Академия Журналисты тоже очень много сделали для этого, всем большое спасибо сказать, больше я не знаю. Как вы себя чувствуете? Я себя очень хорошо сейчас чувствую. Что касается вашего обвинения, дело продолжается? Да, дело продолжается, но я знаю, что там никакой моей вины нет, что у меня их не было, просто меня выпустили под залог из-за того, что есть еще одно дело, которое связано со мной. Пока это не решится, они под залог выпустили. Какое дело? Это три свидетеля, которые сперва сказали, что у меня были эти гранаты, а сейчас против них возбудили уголовное дело. Ахмед, ну вы спаслись чудом на самом деле. Как вы думаете, кому нужно было вас убивать, так сказать? Я был в клетке, поэтому я сам много чего хочу узнать. Что я знаю? Я журналистов знаю много чего. Поэтому мне что-то время надо даже подумать, пока на этот вопрос конкретно не смогу ответить. Вы держите обиду на Грузию, на грузинские власти за то, что с вами случилось? Именно на Грузию никакой обиды у меня нет. И непосредственно кто это сделал, наверное плохо сделал, но никакой обиды у меня нет. То, что было суждено, то случилось. Я доволен Аллахом. Можете про Лафахури сказать что-нибудь? Как вы попали сюда? Я сейчас то, что могу сказать, как я попал, мне позвонили через моего друга и попросили, чтобы я там переговоры сделал, что там есть группа вооруженная, и чтобы там я как-нибудь переговоры сделал, без войны, без боя, чтобы всё там было. Как я там показался? А там что случилось? Ну там я с ними поговорил, и всё равно с этой стороны, с чеченцами я поговорил. И когда пришёл на ту сторону, где грузинская сторона, то, что там говорят, я им сказал и ждал ответа. Ответ мне был выстрелом. Больше ничего. А кто собирал этот отряд? Кто виноват в том, что это закончилось расстрелом? Вот этого я сейчас не знаю. Я никогда не знаю этот вопрос ответить. Я не знаю. Самому интересно это. А вы могли бы сказать, куда они направлялись? Как я знаю, это они хотели попасть в Чечню. Очень не знаю. Но это был первый случай, когда кто запретался пройти в Чечню через Грузию? О котором вы знаете? О котором я знаю. Вот в последнее время это первый случай. Я вообще не знаю. То есть после второй войны это... После второй войны я это первый случай знаю. Никто не ходил никогда? Никто не ходил никогда? Ну я не был в Косове. Можете сказать, кто был там? Мой друг мне позвонил. Его попросили грузинские военные. А вы где были? Я в Тбилиси находился. А чем вы вообще занимались до этого всего? Как вы жили здесь? У меня здесь жена и сын. Я сюда часто приезжал. Каждые три месяца один раз где-то. Так приезжал я. А я сам так жил в Австрии. Чем занимался? У меня там маленький магазин. Именно этим я занимался. В Австрии маленький магазин? То есть вы здесь постоянно даже не проживаете? Не-не, я часто приходил сюда. Скажите, а сейчас вы в Туиффе есть? Да. Я знаю, да? Да, наверное. А когда вы пойдете на операцию? Сперва я хочу врачам показаться. Если надо будет, тогда я хочу, чтобы операцию в Австрии сделали. Но я не знаю, конкретно надо или не надо. Я беру вот еще раз. Спасибо. Хорошо.